Эти бельгийские женщины присоединились к ИГИЛ, группировке, запрещённой в России и других странах, когда были ещё подростками. Позже они бежали оттуда и сдались курдским формированием. Теперь же они говорят, что теряют надежду когда-либо вернуться домой. Недавно бельгийский суд отменил решение репатриировать их в Бельгию вместе с их шестью детьми. «Мы не представляем угрозы для Бельгии. Мы хотим, чтобы люди это поняли». 26-летняя Татьяна Вилант и Бухра Абуалал живут в лагере для беженцев на северо-западе Сирии. Помимо них в Сирии остаётся 17 бельгийских женщин и их 32 ребёнка. «В Бельгии нам грозит срок в пять лет. И я даже не против этого, потому что я совершила ошибку и должна быть наказана. Но в итоге я хочу жить нормальной жизнью со своими детьми. Хочу забыть о прошлом. Думаю, мы уже и так наказаны, находясь здесь. Мы тут полтора года, и это моральная и физическая пытка». Вероятность репатриации этих женщин вызвала в Бельгии и других странах ЕС острые дебаты. Многие люди не проявляют сочувствия к таким женщинам, помня о недавних смертоносных терактах. Теперь власти пытаются помочь детям боевиков, заявляя, что те не должны расплачиваться за ошибки своих родителей. «Дети не могут жить в такой обстановке. Здесь нет образования, негде играть. У них ничего нет. Если у них появится шанс уехать, жить с их родственниками и бабушкой, то так будет лучше». Между тем, курдские формирования, получающие поддержку США, продолжают медленное наступление на последние оплоты ГИЛ на востоке Сирии. Недавно небольшую территорию боевиков близ границы с Ираком подвергли ракетному обстрелу. Боевики отвечают снайперским огнём. Они также заложили на подходах к своим укреплениям тысячи мин.